немножко про историю еще не так давно на самом деле сто лет назад и даже может быть даже чуть раньше ну чуть больше ста лет назад точно еду в еду добавляю все что не попадет добра покрасить огурцы медным купоросом или железным поросом или они линовым каким красителем в принципе не считалось зазорным не у фальсификаторов не у нормальных производителей еды надо сказать что полезным это как правило не было и тоже те же они линовые красители они вполне себе канцероген и вот на никто на это внимание особенно не обращал после нескольких случаев когда люди например после сиропа от кашля с добавленным этиленгликольным случайно умерли вот был еще несколько таких печальных трагедий возник вопрос о том что не пора ли нам как бы зарегулировать эту область и это было сделано это было сделано на самом деле где-то в начале 60-х годов появилась первые подходы к регулированию тех компонентов которые добавляли в еду и был принят принцип то принцип такой что то что добавлялось до этого момента до там начало 60-х годов и считалось безопасным никаких вредных эффектов на здоровье не было обнаружено оно как бы считается в этом списке допустимым и безопасным и разрешенным но тем не менее подлежит исследованиям подлежит пересмотру со временем но любые новые компоненты которые будут попадать в пищу они должны быть исследованы с точки зрения безопасного влияния на здоровье человека вот как проводятся эти исследования там подход к этим исследованиям он в общем то просто он понятен во первых следуется острая токсичность но здесь все просто да то есть люд человек доза добавки который человек потребляет он она не должна на него никак влиять никак не повлиять на самочувствие и во вторых ли изучается так называемая хроническая токсичность поскольку любой пищевой добавки любые ингредиенты в пище так или иначе могут потребляться ежедневно или там в течение предложительного срока то важно то чтобы эффекты это потребление он не накапливался что добавка принимаемые ежедневно там в течение условной жизни чтобы она не оказывал вредного эффекта поэтому проводят опыт и проводят опыта на лабораторных животных и не на одно видео лабораторных животных а сразу на нескольких проводят в течение длительного времени то есть например берет условный глутамат натрия скармливают его мышам в количестве там не знаю 2 процента от рациона 3 процента 5 процентов 10-15 скармливают в течение года жизни мышиный год жизни на наши это практически пол жизни и смотрят что происходит с мышами смотрят что там с двумя процентами с ними ничего не происходит за это время здесь у процент ничего происходит с 15 что-то происходит считают вот эту дозу 10 процентов условно безопасны для мышей напомню что это ежедневная скармлива в течение на продолжительности всей жизни и вот эту вот дозу для мышей и и не переносит напрямую на человека на самом деле используют два делителя по безопасности во первых вот это число делит на 10 используя некие неопределенности метаболизме между соответственно животному человеком потому что мы понятное дело отличаемся от животных и мы как правило все таки более все ядно чем животные но тем не менее дозу безопасную для животных ее сокращают еще в 10 раз еще в 10 раз ее сокращают для того чтобы учитывать индивидуальные различия между людьми потому что там есть мальчики и девочки там есть старые есть молодые у них метаболизм настроен по-разному таким образом вот эти дозы пищевых добавок в разрешенном списке пищевых добавок которые публикуются которые содержат в техническом регламенте который содержит в кодексе элементариус международном законодательной международном регулирующем документе на пищевые добавки вообще на еду вот эти дозы это безопасные доказанные дозы на лабораторных животных которые разделили на 100 иногда разделили на 250 если вещество там какое-то ну сомнительное вот это говорит и общий подход к регулированию всех этих пищевых добавок он говорит именно о том что если вы эту пищевую добавку в этой максимальной дозировки будете потреблять ежедневно в течение жизни то она на вас не принадет совершенно никакого эффекта если вы потребляете там чипсы с глутаматом газировку с бензоатом и все остальное то содержащиеся в этих чипсах глутамат там или газировки мизоат не приведет не окажет на вас совершенно никакого действия безусловно сахар который там содержится или жир окажется потому что это калорий от компоненты пищи но сами добавки которые там есть они на ваше здоровье никак и никоим образом не влияют соответственно любой новый пищевой ингредиент любая новая пищевая добавка который хочет попасть список этих разрешенных она должны пройти вот это уровень исследователей там условный стеви который туда недавно попала в список разрешенных пищевой добавках она все эти исследования прошла условная спортом которую все бояться и который сейчас и меняю на стеве он тоже прошел все эти исследования тоже никаких нареканий с точки зрения безопасности не вызывает содержание всех пищевых добавок строго регулируется здесь не ну техническим регулирования в россия технический регламент в европе есть Это регуляции пищевого регулятора. Есть кодекс элементарной международной стандарты. Они между собой на 99,5% бьются. Там прописаны допустимые дозы данных по каждой добавке в какие-то конкретные продукты. И в какие конкретно продукты можно. К слову, в колбасу нельзя класть сорбат. Но это по другим причинам, просто там не работает, класть его некуда. Но тем не менее, какие продукты и куда сколько класть, там все прописано. Более того, Европейское пищевое агентство пищебезопасности, оно время от времени публикует отчет. Они исследуют рынок, например, и смотрят, сколько люди реально потребляют продуктов. Сколько вот они написали, что глутамата там можно, не знаю, 20 грамм. И они смотрят, сколько люди реально его потребляют. И оказывается, вот последнее, что я по крайней мере читал, что зашквала не по одному из пищевых ингредиентов нет. То есть, ну, понимаете, одно дело, можно положить бензоата 0,15 грамм на литр газировки. Другое дело, что этой газировки можно выпить 5 литров, можно выпить 1 литр. Поэтому надо смотреть, сколько люди реально потребляют. Вот отчеты, обзоры показывают, что люди, если потребляют где-то больше, то это происходит очень редко. Потом, опять же, надо понимать, что если вдруг кто-то потребил сегодня бензоатов в полтора раза или в два раза больше разрешенные дозы, то он находится все равно намного ниже реально безопасной дозы. Причем ему этот передоз-то нужно употреблять ежедневно, и ежедневно это не происходит. Поэтому сейчас, если мы говорим о добавленных пищевых добавках, никаких рисков, ни одна официальная инстанция, занимающаяся изучением этих рисков, она не видит просто этих рисков. Их нет. Вот гораздо более опасны, на мой взгляд, как раз компоненты в еду, которые сейчас добавляют с модными маркетинговыми целями. Потому что если кто-то добавил в шоколадку, пусть тот же стевиозид, мы, по крайней мере, знаем, что это безопасный ингредиент, он, исследован, никакого вреда не принесет. Если кто-то добавил в эту шоколадку экстракт жороба, условный, который никто никогда не изучал и не знает, как влияет, то тут как раз могут возникнуть риски, что там в этом такого экстракта и такого. И как это еще скажется на здоровье. Хотя с точки зрения маркетинга второй намного более приемлемый, потому что любят натуральные люди, любят натуральные экстракты, а люди совершенно не любят вот эти вот ингредиенты буквы Е. И с этими ингредиентами буквы Е вообще на самом деле очень страшно творится в пищевой промышленности, потому что сейчас все от них отказываются. У нас множество по работе просто запросов как раз на производство каких-то продуктов без индекса Е. Все стремятся к чистой этикетке, к простому составу. И это на самом деле достаточно опасное явление, потому что те же самые консерванты, они являются важнейшим элементом пищевой безопасности. Если вы выбрасываете из продуктов консерванты, то вы увеличиваете риски потребления этого продукта, просто потому что там кто-то зародится какая-то жизнь, и эта жизнь, она на вас окажется, на вашу жизнь окажет какое-то негативное влияние. То есть таким образом, с одной стороны, устраивая определенный маркетинг в сторону натуральности, мы добавляем на самом деле рисков. Очень показательная история вокруг, может быть, слышали недавно, был отзыв с автоматов здоровой еды, быстрого приготовления, где люди продавали готовую еду, назывался это, по-моему, healthy foods. Все натуральное, все полезное. К сожалению, порядка 40 случаев с лимонолезой, и сейчас производитель оштрафован на серьезные деньги за это дело. И это тоже часть того, как на самом деле, пытаясь позиционировать свою еду более здоровой, мы на самом деле делаем ее более опасной. Если вы видите на этикетке название регулятор кислотности лимонная кислота, и не видите к нему индекс Е, то это, в принципе, допустимо в современном регламенте по маркировке, потому что можно назвать лимонная кислота, можно написать Е330. Вот этой разницы нет. В принципе, если вы видите какой-то эмульгатор и дальше название, почти наверняка этот эмульгатор имеет индекс Е, потому что других просто в еду не добавляют. Что касается количеств добавляемых, оно определяется техническим регламентом, оно определяет, соответственно, рецептура продукта должна не нарушать технический регламент, соответственно, количество пищевых добавок, которые там есть, не должно выходить за пределы технического регламента. Эта рецептура согласовывается с органами. Достаточно редко это проверяется этими органами путем закупки продуктов. Фактически действительно существует риск, что производитель положил в продукт что-то, что на самом деле не заявлено этикетки. И этот риск достаточно велик. И тенденция такая, что, скажем так, мелкие производители могут себе это позволить, крупные производители, за которыми смотрят все, не могут это позволить и никогда это не делают. Если вы берете продукт какого-то мультинационального производителя, это на 100% состав упаковки соответствует тому, что содержится внутри. Но надо еще понимать, что, в принципе, превышение каких-то вот этих вот ингредиентов с индексом я в продукте это достаточно редкий случай. Потому что там тот же самый глутамат натрия, к примеру, его разрешено добавлять до 1%. Вот 1% его никто не кладет, потому что это элементарно невкусно. Вкусно глутамата в чипсах это полупроцента 0,6%. В каких-нибудь бульонах это 0,3%. В колбасе это там тоже 0,2-0,3%. Это вкусно. Начинаешь добавлять больше, это становится невкусно, поэтому переборщить глутамата технически просто вообще нереально. То же самое касается эмульгаторов. Они дают определенную структуру продукту, стабилизируют его, не знаю, в определенных дозировках. Если мы его положили больше, структура нарушится. Весь смысл положить эмульгаторов в 3 раза больше, чем его надо для придания структуры, весь смысл теряется. Консерванта. Если этот бензоат в газировке работает в количестве 0,15 грамм на литр, то просто зачем его платить? Во-первых, он даст неприятный привкус. Во-вторых, он тоже стоит денег. И зачем тратить деньги там, где не надо? Поэтому, в целом, пищевые добавки, их дозировки, она достаточно саморегулируемая. И уровень саморегуляции находится в рамках технического регламента. Потому что все, что нужно было класть в тех количествах, которые вредны, оно так или иначе в кодекс элементарных в список Е уже не попало. В зависимости от функций, пищевые добавки разделяются на эмульгаторы, стабилизаторы, регуляторы кислотности, красители, ароматизаторы немножко отдельно регулируются. Все эти функции, соответственно, они следуют из названия. То есть функция пищевой добавки, если это краситель, он предназначен для грашивания еды, если это эмульгатор, он предназначен для обеспечения стабильности эмульции, если эмульгатор, он предназначен для, соответственно, придания вкуса и аромата пищи. Вокруг синтетических красителей существует определенная истерия, связанная с тем, что в Британии было исследование, в котором авторы исследования, используя инструменты той самой плохой науки, потому что это исследование никем в научном мире серьезно не воспринимается, показали, что эти красители способствуют проявлению, скажем так, изменения поведения у детей, проявлению у них так называемого синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В исследовании было много проблем, начиная от того, что оно было выполнено опросом мамы, а когда вы маме даете краситель и говорите, ну, мамы склонны привирать относительно поведения своих детей после того, как им дали что-нибудь поесть. Там вообще очень много было проблем, но тем не менее регуляторные органы, прежде всего Британии, они обратили на это внимание, как и должны делать любые регулярные органы, потому что если эта проблема потенциально возможна, общество должно об этой проблеме потенциально знать. И предложили на этикетку продуктов с этими красителями выносить некую фразу, что возможно изменение поведения у детей. А как только это предложили, все, это перешло в общественном восприятии, в раздел «Доказано», в раздел «Научно обосновано». И сейчас вокруг этих красителей, несмотря на то, что там существует реально единственное очень мутное исследование о вот таком вредном влиянии, сейчас этих красителей боятся все, все всячески избегают. И в том числе у меня, у нас в компании, в принципе, даже все эти искусственные красители, они под баном, их использовать нельзя, и по политике множества пищевых компаний, множество искусственных красителей, которые фигурируют в том исследовании, их использовать просто нельзя. Хотя реальных научных доказательств, что они как бы вредны, их как таковых нет. К чему это приводит? Приводит это к тому, что, ну я сейчас про пищевую индустрию, тем, что вместо искусственных красителей кладутся натуральными, натуральные, которые, конечно, тоже не вредны, ну, как минимум, и тоже не полезны, да, как правило, это антоцианы какие-то, либо каротены, там, бета-каротен. Но с натуральными красителями намного... Мне, как технологу, намного сложнее работать, потому что у них совершенно не та стабильность, у них совершенно не та дозировка, и у них совершенно не та цена. То есть, сделать продукт с натуральным красителем такой же красивый, как с искусственным красителем намного-намного сложнее консерванты это одно из лучших достижений пищевой промышленности потому что вообще если мы вспомним всю историю развития производства еды то человек всю свою историю стремился еду как-то сохранить это была ключевая задача еду не только надо добыть еду надо сохранить для этого там жарили сушили вяли вот для этого придумали собственной консервацию придумали засаливание ты люди типичные случаи консервации но засаливание это такой способ консервации который очень сильно влияет на пищевые свойства продукта и на вкус и на пищевую ценность да много соли вредно и соленой еды немного не съедите было придумано там пастеризации которые вообще из стерилизации который лучший способ консервации из сегодняшних из тех которые применяются сегодня но было очень сильно мы прошли на пути химической консервации продуктов с использованием например там сорбата сорбиновой кислоты и бензойной кислоты сорбина кислота и бензойная кислота это типичные примеры таких природных консервантов потому что это вещества которые придумала живая природа бензойная кислота это вот клюква там рожка сорбиновая кислота это сорбус это рябина это вещества которые придумали живые существа, растения, для того, чтобы обезопасить свои плоды от микробиологической порчи. Клюква там придумывает сорбат для того, чтобы ягодки и семечки, соответственно, они остались и смогли семечки прорасти, для того, чтобы бактерии и грибы это все не поели до того момента, когда это должно прорасти. Человек эту историю подсмотрел, посмотрел, что ему эти кислоты, эти консерванты не вреды, начал добавлять еду. Таким образом использую реальный природный инструмент, но уже в своих целях. И тем самым научился продлевать сроки годности своей еды очень надолго. Но это же прекрасно, когда соленая селедка, она не стухает, малосольная селедка, она не стухает, а хранится длительное время, просто из-за того, что добавили немножко бензоата. На мой взгляд, это совершенно отличное, прекрасное достижение. Кроме сорбата бензоата есть некие другие консерванты, они очень редко используются. Так, например, в мясной промышленности в качестве консерванта используется нитрит натрия. Он там имеет, скажем так, двойную функцию. Основная функция у него консервант, его наличие в колбасе способствует тому, что в ней не прорастает бактерия, которую ботулотоксин вырабатывает. Опять же, даже вспомним, ботулус – это по латыни колбаса. Ботулизм – это когда-то была колбасная болезнь из-за того, что в колбасе, в вот этих анаэробных условиях развивалась бактерия, вырабатывала токсины. Поев колбасы, можно было совершенно, ну, не гарантированно, была такая отличная от нуля вероятность, что человек просто умрет. После того, как к колбасу начали добавлять нитрит натрия, эта бактерия перестала с ней развиваться, и колбаса стала безопасной. А характерный признак, который она стала еще иметь, это она стала иметь вот этот розовый цвет современный, потому что нитрит взаимодействует с белками в мясе и образуется, в общем, соединение, которое дает вот этот характерный розовый цвет. Это, кстати, тоже одна из опасностей отказа от консервантов, потому что если вы покупаете в магазине серенькую колбасу без нитрита, то, ну, скорее всего, она безопасна. Все-таки гигиена на производстве и так далее, она хорошая на большинстве современных производств. Но, тем не менее, в колбасе с нитритом ботулизма нет. В колбасе без нитрита может быть. Как показывает практика, если что-то на этикетку, если что-то в госрегулирование попало, то это навечно. Храповик работает в одну сторону, назад это никак не откатывается. Европейское пищевое агентство по тем исследованиям относительно красителя, оно дало свое резюме, и оно дало, что оно не видит никаких рисков от потребления красителя, в том числе при поведении. Но, тем не менее, на всех этикетках в нашем регламенте это есть, это навсегда осталось. И восприятие общества это считается как научный факт, потому что не могут же быть они такие глупые, написать в тех регламент то, что не существует. Это, наверное, не такая большая проблема, это может быть даже хорошо, потому что в некоторых вещах перебить лучше, чем не добить. Но, тем не менее, это такая проблема коммуникации науки в общество, как, скажем так, с одной стороны, благие цели могут заканчиваться не совсем благими результатами. То, что касается других загрязнителей еды, например, попадающих из кормов для животных вместе, соответственно, с животными, или попадающих вместе с пестицидами в еду, когда помидоры опрыскивают пестицидами, эти пестициды так или иначе попадают в еду, то, опять же, регулирование на самом деле примерно то же самое, что и с пищевыми добавками. В общем, там используются немножко другие терминами, но смысл тот же. Остаточное количество пестицидов, остаточное количество каких-то кормовых добавок, вплоть до того же антибиотиков в мясе, оно должно быть минимум в 100 раз меньше. Обычно даже этот запас до 500 доходит, по сравнению с тем, которые реально могут нанести вред организме. То есть, да, безусловно, если пестицидами опрыскивали поля, то так или иначе остаточное количество этих пестицидов, они выпадают нам в еду. Но надо понимать, что это количество настолько мизерное, что оно часто даже не ловится, и оно, опять же, можно посмотреть обзоры. И вот в Европейской пищевой агентстве, чем хорошо, они эти обзоры регулярно публикуют и проводят. Остаточное количество пестицидов, они в большинстве случаев ниже допустимого уровня. Хотя, конечно, бывают случаи, там сказать, нарушения. То же самое касается мясного производства. Вообще, гормонов для выращивания курицы, с одной стороны, бояться не стоит, с другой стороны, их на сегодняшний день как таковых нет. У нас в стране и в Европе они запрещены. Во-первых, запрещено использование антибиотиков, не в лечебных целях. Раньше часто антибиотики использовали для того, чтобы животное набирало быстрее вес. Сейчас это запрещено. И, соответственно, гормоны, определенные виды вроде бы можно в США, но у нас на сегодняшний день это не разрешено, насколько я знаю, не практикуется. То есть у нас прям животноводство, все натурально-натурально. Единственные кормовые добавки, которые используются, это какие-то витамины, витамины и премиксы, белковые, аминокислотные премиксы. Но это то, что, в общем-то, просто улучшает корм для животных. Наше законодательство по антибиотикам, оно, с одной стороны, жестче, чем в Европе, и у нас допустимые дозы даже меньше, чем в Европе. То есть мы намного более туже закрутили гайки с точки зрения допустимого количества, чем в Европе. С другой стороны, у нас, конечно, контролируются не все препараты официальном уровне, поэтому чисто технически я могу допустить, что где-то кто-то использует при производстве то, что потом просто никто не измеряет. Но в целом я склоняюсь к тому мнению, что остаточное количество антибиотиков в еде, по крайней мере, то, что я видел, то, что я читал и по отчетам Роспотребнадзора, что остаточное количество антибиотиков в еде, они действительно мизерные, они не несут никакого вреда человеку. А то, что эти антибиотики время от времени находятся, в этом нет ничего, собственно, странного, потому что если одну корову в стадии, она болела и ее, не знаю, лечили, условно, не знаю, мастит и пенициллином, то так или иначе остатки этого пенициллина будут обнаружены в молоке. Современная аналитическая химия, она творит чудеса. Но это остаточное количество, но ровным счетом ни о чем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова